И всем привет! Вы на канале Ведро Йод Гейминг, меня зовут Александр, сегодня поиграем в игру престолов за стеной, вообще по плану танктастик был, но что-то голос у меня опять просел и я не готов к танктастику, будем сегодня лайтовенько трубать всяких одичалых дам. В игре добавили новое легендарное событие с Дейнерис, новой героиней, так сказать, но оно очень простое, я прошел его все на автобой, даже заклятый враг фармится на ура. Смотреть мы его сегодня не будем, можем посмотреть только на нового героя, а вот так-то она выглядит, еще одна Дейнерис, их уже штук 10, наверное, да, скиллы у нее не очень полезные, здесь у нас идет масса урон, плюс щит на сопартийцев, не знаю, зачем это надо, по-моему, вообще бесполезная штука. А также у нас есть пассивка на дополнительный сплэш с шансом и в начале боя дает защиту равную 6% здоровья. То есть такой какой-то полудефер, полумаг получился, зачем он нужен? Нету ни поджогов, ни отравления, ни кровотечений на боссах, ее не нужно использовать в какие-то другие испытания, тоже я сомневаюсь, что она будет полезная. Одно скажу, она ивентовая, значит она стоить будет в два раз дороже, чем обычный герой, и то есть новичкам она тоже не пригодится. А один выход, выформить ее только для ивента и забыть, как-то так, да. А также добавили трех мужиков, я их еще не открыл, сегодня будем их открывать, не знаю, так же они полезны, как Дейнерис, лол, кек, чебурек. Ну посмотрим. Первый мужик называется, я даже не знаю, как их посмотреть, просто в бой нажмем, почитаем в ходе дела. Тут у нас стоковый отряд и стоковые противники, то есть нельзя гиром выиграть эту стадию, нужно как-то многоходовочки делать, чтобы победить. Но, как правило, первые стадии легкие. Сразу же три пацана появились, ужас, давайте читать. Так, первый лучник. Открываем мы пацана посерединке. Этот стрелок великолепно обращается с луком и стрелами, и умеет найти уязвимое место любого врага. Только два скилла доступны, очень жаль. А наносит цель и урон в размере 100% от показателя атаки, а также урон в размере 10% от максимального здоровья и восстановление три хода. То есть довольно-таки пробивной чувак может без ограничений валить боссов. Нормально, да. Но ограничений я не увидел. То есть вот я свапаю вниз, их нету. Только восстановление долгое. Три хода вместо двух. Получает плюс один к атаке и минус один к движению. Когда этого бойца атакуют, восстановление активной способности сокращается на один ход. Вот это уже интересно. До следующей атаки получает 10% эффекта эффективной способностью. Прикол, прикол. Такого я еще не видал. Классный лучник, я думаю, будет полезен для боссов. Так, заговорщик. Давайте смотреть его. Мастер интриг, знающий все секреты друзей и врагов. Замечательно. Поговорим, так сказать. Ускоряет восстановление активной способности союзников на один ход. Получает восстановление здоровья на 50%. Хороший скилл. То есть как раз с лучником его замечательно будет юзать. Жадность. Когда бойца атакуют, восстановление активной способности сокращается на два хода. Боец получает 5% эффекта неуязвимости, который развеивается, когда бойца атакуют. Жесть полная. То есть так у нас сколько кулдаун идет? Непонятно сколько кулдаун. Тоже скорее всего два или три хода. Так, и последний какой-то полутанк, полудамагер с двуручкой. Жесть. Пехотинец из Сигарда. И смотрите, какие водяные у них скиллы. А нет, даже не водяные, а ледяные. Метель. Наносит 100% урона всем врагам. С вероятностью 50% может наложить эффект замедления. С вероятностью 25%. Эффект корень. Много всяких разных замедлений. Ладно, понятно. Во время хода врага все союзники получают неуязвимость. Эффекта 10%. Эффект суммируется и развивается, когда бойца атакуют. То есть можно проскипать, и он будет вообще неуязвимый. Жесть. На один ход. На один ход. Ладно, погнали смотреть, что у нас есть. То есть этим можно протанчить и убить лучника. Так, как лучше сделать там? Вот, начинается жара. Ну погнали. Лучник у нас бьет вот так вот. То есть он еще и с арбалетом. Алло. То есть если мы вот так вот встанем, нас даже не заденут. Замечательно. А он на одну клеточку ходит. Так, надо как-то встать, чтобы нас не атаковали. А у нас на подходе только одна клеточка, потому что мешает костер. То есть он хорошо здесь стоит. Этим сюда подходим и бьем. Входящий. А, еще сверху я, пацана, не заметил. Замечательно. Так, ты, пацан, что, ну стой тогда, да, здесь получается. Да, пока тут, стой. Как конец хода нажать? Тринц. Тринц. Ну пока все просто. Так, я забыл, что он делает. Выберите цель. Ну что-то делает, короче, да, давайте. Мы, наверное, убьем кого-нибудь. Вот этого убиваем. Танка не убьем. Ну ладно, давайте. Финиш хим. Чпинь, чпинь, чпинь. Прям, блин, с автомата стреляет. Так, окей, здесь можно корень сделать. Что? Метельку пустил на всех. Надо было отходить. А дальность-то какая была? Так, можно этому свапнуть. А можно этому свапнуть. Но этого не очень хорошая способность. Побазарил, такой восстановил. Непонятно. Надо разбираться. Я забыл все скиллы, блин. Почему одного не дали мужикам? Так, этого мы валим. Чпинь. Замечательно. Так, подходить, наверное, не будем. Я не знаю, они будут ходить или нет. Возможно, не будут. Чпинь. Вот так вот. Стой, тут дам. Пока так. Вот, они не сходили. То есть, можно отойти. Но они сейчас подойдут. Надо его дефать. Они хоть как подойдут. То есть, надо как-то вот так вот сделать, может быть. Мы этого сейчас, может, убьем? Не, нифига. Вот так вот завалим. Короче, без потерь будем проходить. Надо было не так вставать. Сейчас он подойдет, убьет его. А, убили негра. Ну, ничего, завалили. Плохо прошли. Я забыл все скиллы, да. Ну, хотя бы так. Короче, откатывайся. А надо было хилиться. Где моя неуязвимость? Алло. Чпинь, 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 чпинь. Маленький урон. Но он сейчас тоже сдохнет. Видали какие стадии жесткие? Первая стадия, я ее пройти не могу. Но я думаю, мы завалим его. Так, сейчас в следующий раз будем опять начинать читать скиллы, потому что я все забыл. Один откатывает, точно помню. Второй замедляет. Что лучник делает? Наносит урон и дополнительный урон от процентов врага, да. Жигзек. Так, мы его открыли. Почему-то не было анимации, что нам дали героя. Ну, ладно. Давайте разбираться с лучником. Сейчас их опять трое, что ли, будет или что? Да, опять их трое. Давайте опять пробежимся по скиллам, чтобы не тупить. Так, ну, короче, если его бьют, ему хорошо. Так, ты замедляешься, получается, да? Надо как-то их кайтить и вставать в довольно-таки выгодные позиции. Давайте вот так вот встанем. Раз. Отошел. А, если его начинают бить, то он вообще в стопор входит, походу, да? Так, если я так подойду, нас ударят. Если я так подойду, не ударят. А, лучники сейчас на этого сагрятся. Так, ну что, агрим лучника тогда или что? Сколько ты нанесешь урона? Немного. Ну, короче, оборонительная позиция. Алло. Убиваем. Хорошо. А вот этого убиваем, а вот этого не убиваем. Это плохо. Давайте этого хотя бы завалим. Молоток завалил. Так, ты встаешь сюда и давайте корешки, корешки. Давайте, давайте. Ну, прям пургу наводит. Это жесть. Зима близко. Одного только замедлили, не самого нужного. А, ну мы его можем просто убить. Давайте его просто убьем. Сдохни собакам. Оу. Вот это был поворот. Ну, хотя бы хорошая оборонительная позиция. Давай, хилься, мужик. Ну, что-то так себе хил. Так, его мы не убиваем. А этим мы его убиваем. Ну и хорошо. Мне больше ничего не нужно. А он какой-то броневой, смотрите. У него и скиллы страшные, и он сам по себе броневой. Ну, сейчас мы его завалим. Чпинг, чпинг, чпинг. Не завалили. Окей. Давай сюда подойдем. Вот так. Тоже не завалим. Ну, блин, тут без потерь не получится, да. Можно отойти, но он... Он может сагриться. А, он еще и всех бьет. Так мы не выживем сейчас. Не выживем. Давай, отойдем. На соблях остался. Блин, сложно. У него корень. Теоретически можно стоять и просто его взглядом убивать, но мы его завалим. Замечательно. Ну, хороший герой. С замедлением прикольно получилось. Ребятки, я понял, почему мне пацанов не дают. Потому что я сейчас героик прохожу, а не обычный режим. Вот он, обычный режим. И тут будут уже пацаны сыпаться. Ну, давайте заново с ними знакомиться. Почему бы нет? Так, вот они опять втроем стоят. Задание 3. Ага. То, что надо. Так, мы можем постреляться, в принципе, если этим подойдем поближе. То есть этим встаем сюда. Могли хотя бы даже, хотя бы ударить, да? С арбалета стреляем дополнительный у него радиус атаки. Неправильно немного подошли. Ну, ладно. Я думаю, мы справимся. Задание должно быть легкое. Конец хода. Чпинг, чпинг. То есть этот, получается, он вообще тупо просто хилит пацанов стоит. Давай. А, нет. Я думал, пурга на них действовать не будет. Потому что они как бы паровозиком стоят. Лол, кек, чебурек. Так, теоретически можем убить. Двоих даже. То есть этого мы подходим, валим просто с руки. Этого подходим, валим просто с руки. Серьезно, да? Немного не хватает. Надо подойти. Ну, довольно легко и просто, да. И опять это не то задание, которое нам нужно. Вот. Новый пацан. Смотрите, какой веселый. Прямо абсолютный, да? Реально на Невского похож. Да, только я могу так делать. Проходить стадии как-то сикость-накость. Вот теперь первая стадия. Самая сложная, наверное. Погнали. Двое пацанов. Заговорщик и с мечом двуручным. Что делать? Я не знаю. Ну, давайте подходим. Наверное, атакуем. Почему бы нет? Хрятс-бац. А ты что делать будешь? Расскажи мне, пожалуйста. Друг. Дружбан. Не пойми, что. Только если вот... А, подождите, подождите. Стоп. Давайте проверим. А, мы, наверное, не проверим сейчас, да? Юзаем. Ой. Кул... Ооо, корни. Это вообще повезло. Фортануло. А, мы сейчас не можем посмотреть, какой кулдаун. Ну, ладно. И сейчас мы просто что делаем, правильно? А, подождите. А, издалека он... Нет, не может издалека. Ладно. И наорать на пацана тоже не может, да? Или может? Нет, не может. Ну, хилим тогда просто. Побазарил. Что-то... Птица-говорун, блин, отличается умом, сообразительностью. Так. И тут мы ничего не можем сделать. Только... Тургу наслать. И они все сдохли. Их сдуло, блин. Вот так вот, да. Продувочка. Нормально. Новый пацан. У него тушка, походу, от этой. От Миранды. Или как ее? Мелисандры. Голову мужика засунули. Нормально, да. Так. Следующая. Вторая глава. Мы тут тоже не были. Лучник теперь. Ну, это какой-то брутальный лучник. Он похож. Знаете, на кого? На этого Сари. Я свободен, нет? Забыл фамилию. Кипелов. Или как он там? Ну, такой же, только волосатый. Ну, чисто металюга. Жесткий. Или из этого, блин, из металлоапокалипсиса. Короче, Тима у нас сегодня классный. Абсолютный металлоапокалипсис. И Мелисандра, которая пол сменила. Тут только он один. Вот такие вот пироги. Сразу же атакуем. Почему бы нет? Они подходят. Они приближаются. Чпиу. 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 И в обраточку. Давай, блинск. Все, замечательно. А как этого бить? Извините, пожалуйста. Надо было... А, ну все. Избили. Почему бы нет? Нам же там настакали атаку, да? Пассивочкой. Ну, давай, покажите нам. Нет. Он какой-то более женственный, да. Это такой не жестокость. Вот оно как происходит. Видали? То есть, как здесь лучше сделать-то? Можно сразу в бой ворваться. Сдача будет не сильная. Потому что это лучник. А тут получается сплэшик. Замечательно. Ну, так уже больновато, да. Из бочки. А, кстати, вот так вот, если мы стрельнем, нам тоже задача не прилетит, потому что арбалет лучше лука. А теперь мы стоять, это, ходить не можем. Да, я правильно понимаю? Мы сейчас ходить не можем, потому что у нас скорость бега минус один, да? Нет, почему есть? Все нормально. А что сложного-то тогда получается? Все же просто. Ну, автобой вряд ли бы это прошел. Он бы заруинил по-любому. Так, я бы поорал, конечно. Но я воткну в него нож. И теперь мы прыгаем в героический режим и да проходим, что осталось. Давай. Абсолют линевский. Должно быть по-настоящему сложно. Как лучше сделать? Я думаю, отступать назад и... И что? И замедлять, пацанов, скиллами. Ну, как-то фигово у нас получается замедлять скиллами. Ну, давайте попробуем. Замедление! Поорал на него такой. О, в корнях они вообще застопились жестко. Только то, что он его бить сейчас будет, я думаю, не беда. Дамажим. Чпинь, 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 чпинь. Ну, тут именно та стадия, которую надо проходить, как задумано. Потому что шаг влево, шаг вправо, расстрел сразу же. Так, подождите. Ну, аоехай, я такой первый раз АОЕ вижу, наверное. Кто-то хилил, только масхил делал еще. По-моему. Так, мы тебя зарубим? Нет. Сдача прилетит больная. Хотя, что дробить-то, дыцк? И теперь без сдачки убиваем. Ну, блин, со сдачкой придется. Ну, какой-то слабенький. Что-то бафнулось. Я не понимаю, что. Остался Абсолютли, мы его зарубаем. А пацаны остались стоять? Нет, не остались стоять. Подходят на замедление. Так, Абсолютли. Два. Если мы сейчас на него крикнем, она откатится или один только станет? Давайте попробуем. О, давай! Откатилась! Ну, это же читы вообще, просто читы. То есть, просто бафаешь пацана и на ОЕ всех сносишь. Клево. Ну, автобой такого бы не сделал. Итак, погнали! Последнее, самое сложное задание. Дают пять рыбех. Вот так вот, да. Что тут делать только, блин? Ну, надо по-любому отступать. Так, этот сюда подходит. У него вот здесь вот получается атакующая клетка. Здесь обычная. То есть, надо как-то вот сюда вот продвигаться. Под защитой пацанов. Ну, и, наверное, этого снимать. Ну, он хоть как бы нас ударил. По-другому никак, да. Что, бьем? Нет? Или ждем атаку сверху? Я не знаю, как лучше сделать. Здесь каждый шаг – это смерть. Нет, я, наверное… Атака, он сагрится на лучника. Ладно, давайте отставим. Конец хода. Посмотрим, что получится. Все равно агрится на лучника. Дыцк, дыцк. Давайте кричим. Как лучше сделать-то, я даже не знаю. Если мы его зарубим. Но мы его не зарубим. Вообще никак. Теперь кричим. Ну, замедляйтесь, пацаны. Замедляйтесь, пацаны, да. И придется, наверное, на этого пацана опять орать. Хотя можно было бы на лучника наорать. Я думаю, лучник сейчас дачу даст. Как больно. Это было жесть. Но он щитом. О, капец. Вообще ваншоты пошли. Так, надо опять орать. Причем подходить поближе к пацану и орать на всех остальных. Ваа, не подходите ко мне. Давайте. Корешки, корешки. Корешки есть у всех. Главное теперь скиллы. Короче, один будет на одного орать, другой на других. А, кровотечение-то больно. Один-то ходит, сволочь. Ну, он сейчас сдохнет, доходится. А, корешки не прокнули. Нет, одни корешки прокнули. Беги! Прячься за Абсолютли. Абсолютли тоже отходи. Так, два скилла. Ну, это смерть, блин. Вот и закончились наши читы, да. Сейчас этот раздуплится. Так, я вроде прошел. А, я типа еще должен ударить, окей. Все, они сейчас подойдут. Хис камин! Хилься давай. Неправильно немного сделал. Надо было ход подождать. Ну, ладно. Сдохните! Ну, я ничего не сделаю. Ну, что, уходить теперь может? Мы же скилл прожали. А, какой автобой-то? Вот, автобой пошел руинить катку. Окей. Минус всем. Неправильный. Давайте заново подтвердить. Вот, начинается самое жарам. Как лучше сделать-то? Надо, может быть, этих заблокировать? Они ходят еще, как хромые лошади все. Не, ну, давай, стреляй в него. Бей тогда, что стоишь? Мы тебя все равно похилим сейчас. Ну, или не сейчас. Сюда отойди. Окей. На тебе, собака, тупорылая. Так, надо как-то руинить. Ну, добьем лучником, наверное, его. Надо было шаг сделать вправо. То, что сейчас танк будет его бить даже под корнями. Ну, ладно, бьем, что? Тут уже ничего не сделаешь. Давай, хилься, мужик. Очень слабенький хил. Ну, хоть какой. Опять скилл бережем, блин. А, ну, сейчас мы его вот так убьем. До свидания. Опасный парень, опасный. У него за медло врубилось шпинг. Но все равно лучше ситуация, чем была. За медло, это, конечно, не корни, но они стоят на месте. Так. Ну, он на шаг подойдет, надо откайтить его. Ну, эти тупо стоят, отдыхают, да, курят. Бамбук. Ну, пусть стоят. Сюда надо подойти. Невский, отходи в сторону. Ну, они ближе. Они все ближе и ближе. Так, сейчас я ни на кого орать не собираюсь. Чтобы использовалось замедление еще разок. Ну, сейчас лучника будут бить. Причем со скилла будут бить. Это плохо. Только если вот так вот сагрить его. Его же не убьют. О, зря я сюда подошел. Ой, зря. Пипец. Его сейчас зарубят. Ну, танкуем тогда, чтобы к нему... Аааа. Вся моя надежда, блин. Видите, один неправильный шаг и все. И капец, блин. Что делать не знаю. Так, он его и так зарубит, да? Да. Рубай. Рубай, молоток. Там еще какие-то бафы у них. Надо посмотреть, что за бафы там. Истощение снижает наносимый урон на 10... А, они еще накурены неправильной накуркой. Ну, сейчас лучник упадет, окей. Да, упал. Ну, и говорун этот ничего сам сделать не сможет. У него хил беспонтовый. Он сам себя может побазарить, нет? Поговорим, бро. Узаново что, просрали. Я говорю, стадия будет сложная хотя бы одна минимум. Надо как-то делать, как-то надо делать, как-то надо делать. Почему он сразу же не может вью... А, подождите-ка. А, ну, я ничего здесь не сделаю. Можно вот сюда вот попытаться отступить. Так, стоп. Винут. Надо как-то жарить. Вот так вот. Группируемся, да? Или зря я это сделал, блин? Типец. Колопец. Давай. Вьюгу делай. Звенит январская вьюга. Давай. Ваншоты хочу. Так, одного убьем. Все в корнях? Нет, один не в корнях. Вот кто не в корнях, надо его как-то убить будет. Блин, этого тоже надо убивать. Ну, умирает. Замечательно. Ну, шанс. Видите, шанс это... О, блин, какой ты болел. Чего тоже надо было валить? Кого этого завалим? А мы его... Чё у него за скилл такой, который никого убить не может? Блин, жесть. Подходи давай, бафай всех. Дай ему корни, блин. Он даже не... Он не замедляется. Ну, вот корни хотя бы. Но он всё равно будет бить. Так, как лучше сделать? Этот под замедлением, этот под замедлением. Вот этого надо как-то завалить. Как его завалить-то, блин? Ты куда подойти сможешь? Ну, он его вообще никак не валит. Не этот, не этот. А со скилла завалишь? Со скилла завалит. Но этот замедленно подойдёт и меня ударит. Тогда надо в упор подходить со скилла бить, так? Замечательно. Это тоже клетка смерти, блин. Да, клетка смерти. Ну, давайте так стоим. На месте стоять, да, как говорится? Ну, окей. Скилли пошли. Минус, минус. Ну, довольно-таки неплохая ситуация у нас получается. Чтоб этот сейчас крикнул что-нибудь. А он, кстати, может крикнуть. Давайте-ка покричим на людей. Так, ты можешь клеточку назад сделать. То есть, сюда надо отходить. Давай, замедляй. Корни, корни пускай замедляй. Ну, хотя бы замедление. Можно уже отойти и не париться. Давай, стреляй в этого. Пока, бру. Замечательно. Кто остался? Абсолютно. Ну, давайте так встанем. Замедление есть. Сейчас надо просто от этого замедляющего парня убегать. Так. Прям пот какой-то, блин, жесть. Не убиваем. Но он сейчас может дров наломать. Он сейчас может наломать дров. Как дров рейнджер, блин. Ну, стоим, надеемся на то, что он нас не снесет ваншотом на лучшее. Не снес, не снес. Замечательно. Скиллы все. В КД надо в атаку идти, блин. Либо отходить. Ну, тут фиг отойдешь. Да где мой урон-то, блин? Не понимаю. Вы что, ну, хотя бы так, блин. Ну, я сейчас сдохну все равно. Он подходит. Этот босс подходит к нам, да. А, кстати, этот, смотрите, как бегает. Как чушку вообще. Молодец. Во все стороны. Ну, что получается? Кайт. То есть, получается, один чувак у нас вообще урон не наносит, да? Клево, что? Тимплей. А я так не наношу урон. А по-другому он в меня попадет, да? Вот коварная сволочь-то какая, а. Либо урон нанести, сдохнуть, либо выжить. Выберите что-то одно. Ну, блин, мы даже при всем желании нет, да? Ничего не сделаем. Ладно, выживает сильнейший. Что у него за скиллы-то там? Хоть покажись мне. Так, когда бойца атакует, он с вероятностью 75% может отразить урон в размере 5% от показателя атаки наложить. Ну, это же фигня какая-то. Что я ему сделаю-то? Когда бойцу атакуют, восстановление атактивной способности сокращается на два хода. Боец получает 5% неизвимость, который... Опаньки. То есть, теоретически, его надо... Чтобы его били. Чтобы его били. Тогда он будет всем скиллы откатывать, да? Окей. То есть, все очень непонятно, да? Ну, очень слабенький урон у всех. Он выжил. Скиллочек есть. Откатываем. Довольно неплохая механика. На следующий ход должны... Должны... Дефит. Ходы закончились! Как так-то, блин? Ну, я хотя бы раскусил механику последнюю. Надо еще почитать, что у этих третьей скиллы какие. Это просто жесть. Я думал, мы еще испытания попроходим, но у меня уже рабочий день заканчивается. Это какая-то дичь. Так, а давайте смотреть скиллы третьей. Ну, да, понятно. Окей. Next Gen. У Дейенерис такой же скилл непереведенный. Так, ты что делаешь? В начале хода союзника боец получает дополнительный... Ну, скур урону 10%, если здоровье осталось меньше 50%. Что значит очко действия? Как я понял... Стоим на месте и не двигаемся, короче, да. Если пацана атакуют, ему классно. Ну, пусть его атакуют тогда, че? Блин. А сейчас-то смысл? Смысл сейчас стоит, что его атаковать будут. Вообще ноли смысла. Сюда вставай. Ну, блин, опять напихали мне пипец по самые помидоры. Так, стоям-ба. Делаем вьюгу. А может здесь надо не от вьюги играть, а от лучника? Корешки есть. Замечательно. Три корочки прям. Убиваем, допустим, этого. А этот-то жесткий. Но у него все очки действия закончились. Это-то жесткий парень. Че делать не знаем. Ну ладно, сэкономим мужички хотя бы. Ну, сейчас АУЕ в нас полетит. Сейчас полетит в нас АУЕ. Ну, лучника точно снесет. И... Он просто такой... О, чтобы это было, блин! Ну, это какое-то говно, пацаны. так заново я немного что-то не вступляем я немного не вступляем но это неправильно сюда давайте тогда встанем подходи чтоб я по шарам надавали то есть нас атаковали надо надеяться что корни вылетят или чё я не понимаю блин тупо жесть да ну вот пацана короче мы это раздуплили этого мы сейчас убиваем злой парень который а уешат всех в корнях стоит вот все равно собака руками машет там что-то сволочь такая тут ничего не сделаешь только атака замедляй всех корни всем давай ну и не хватает нам урона точнее радиусом следующий раз мы его завалим все вроде бы замедлены теперь надо ход конем сделать а какой ход конем то сделать никакой блин профита потеряли надо чтобы этого всегда били чтобы он всегда откатывал на следующий ход сейчас у нас будет когда один сейчас у нас когда 2 потом будет когда один надо чтобы его сейчас ударили чтобы он хотя бы его никто сейчас не ударит вообще никак все сходили ладно конец хода один этот остался она теоретически теоретически можно просто подойти вот сюда вот он его ударит откатится скилл и мы сможем заюзать в югу подходим назад юзаем в югу надо было подойти поближе чтобы всех заюзалом окей пофиг корни корней не будет корней чуковский отдыхает но остались пацаны которым надо как-то продамажить очень сильно дам воду корни отлетели надо в д вставать тогда чем и пусть обьют мальчик для битья ходы закончились но это просто пипец прошлый раз так абсолютно чё делать то что подошел или пока пусть стоит подошел он сдачу хоть даст я думаю сдохнет так чё делаем да блин вот это бесит конечно пипец чё делать-то чё делать-то делать-то делать сейчас неэффективно его будет использовать но к нему сейчас подойдут и вынесут вон надо отходить тогда чё со скилла вот этого мы вынесем если мы сейчас откатим или ну давайте так так сделаем сейчас максимально от них отойдем про юзаем эту фичу будем надеяться на корни он станет в дэв давай корешки ну и чё только за медлой без корней ну это фигня блин этот хорош урон блин пацана шептуна убили нет как ты мог тут тоже ничего не сделаешь ну ладно давай так убивай сейчас лучника вынесут какой урон слабенький надо оставлять надо оставлять надо оставлять потому что сейчас его вынесут что такой непутёвый то ты вот как не встанешь все равно не попадаешь вроде бы с арбалета вроде говно какую-то тупорылая блин ну сейчас он сагрится на лучника по-любому да зачем ты ход то сделал я хотел вверх сделать ну все минус а нет смотрите выжил а это автобой я нажал окей автобой решает да затащил катку не спасибо сдохни сволочь с автобоем прошли на автобой фармится короче изи левел пацаны вообще да чё паримся нормально перехитрили переиграли ну чё ребятки вот такие вот бои у нас произошли прошли и так далее я немножечко в шоке пацаны непонятные но очень полезные друг для друга как они будут с другими речниками играть я пока не знаю ну чё хочу сказать буду качать их потому что у меня правило прокачать их всех собрать и прокачать прям как в покемонах блин так давайте посмотрим на наш казармы теперь как они выглядят выглядят они примерно вот так вот то есть у нас идут сначала волки потом железяки потом идут речники могу предположить что следующий герой давайте по вангуем немножечко пока время осталось следующий герой из трактира у нас кто будет давайте посмотрим так чисто по внешечке ну скорее всего рыжий пацан только не этот а вот этот вот что у них стоечки одинаковые да вот этот вот очень сильно на него похож новый рыжий пацан и а потом следующий за ним пацаны будут скорее всего кто сейчас подождите что-то забыл казармы 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 какой большой город запутался блин следующий пацаны скорее всего будут чайки вот эти вот долины или кто вот так что поживем увидим а пока на этом все всем спасибо за просмотр всем пока играть в крутые игры и скидывайте свои любимые игры в предложечку чтобы смотреть не вот это вот что-то непонятное а что-то интересное дам что вы скидываете это вот что-то